Приветствую подписчиков сообщества Мой Компьютер, у микрофона Хомиш И сегодня я вам предложу три варианта сборки ПК, актуальные на октябрь 2018 года Так сказать, максимально оптимальные варианты от базового до прогрессивного Ну и конечно же, если вам понравится данный видеоролик, что-то подобное мы будем эпизодически выпускать в рамках ПК-месяца Начнем с базового игрового ПК, средняя стоимость сборки которого составит примерно 600 долларов Так уж случилось, что за последние 2-3 недели, а то и за месяц, ситуация на рынке процессоров сильно изменилась И поэтому сейчас за стоимость, например, Pentium Gold G5500 можно приобрести Ryzen 3 1200 Что конечно же куда интереснее, и именно эти 2 процессора станут базовым вариантом для нашей игровой сборки под Full HD настройки Если вам нравятся красные, то естественно нужно брать Ryzen Но и пенек не сильно отстает, в играх на таком разрешении его более чем хватает Конечно же меньше кэша и меньше ядер, но базовая частота выше и однопоточность интереснее В случае же с материнкой, в пределах 80 долларов можно взять либо неплохую для Intel B360 А под AMD, например, если хотите сэкономить A320 или же если будет денежки чуть больше, то B350 А в качестве оперативки нам хватит либо одной планки на 8 гигабайт или же двух по 4 Тут уже вопрос к тому, как вы хотите собирать, но лично я бы выбрал две по 4 Ну и конечно же самую главную роль сыграет видеокарта И за 200 долларов бюджета лучше чем RX 570 на 4 гигабайта сейчас ничего не приобрести Nvidia в этих пределах может предложить лишь 1050 Ti, которая значительно слабее Ведь наша 570-ка это практически то же самое, что и 1060 на 3 гига И особенно после снижения цен на Polaris видеокарты, начиная от 550-ки и заканчивая 580-кой Эти AMD-шные карты стали куда актуальней Ну и на оставшиеся чуть более 100 долларов вы можете приобрести жесткий диск на 1 терабайт SSD-шку на 120 и корпус с блоком питания примерно на 450 Вт В итоге в пределах 600 долларов получается такая вот сборка Что в рублях аналогично примерно 40 тысячам Следующим идет оптимальный игровой ПК, которого вам должно хватить с запасом примерно на 3-4 года Которого хватит и на 1440p, но более удачным будет все-таки Full HD разрешение Где у вас ни в какой игре FPS не будет падать ниже 60 Денег нам потребуется примерно от 70 до 75 тысяч рублей Или же в долларах около 1000-1100 И эта самая разница получается именно из-за дефицита процессоров Intel, которые сейчас значительно дороже аналогов от AMD В нашу основу я взял либо же Core i5-8400 или же Ryzen 5 2600 Который конечно же интереснее из-за 6 ядер 12 потоков, а также большего кэша Но есть принципиальные люди, которые хотели бы себе Intel И именно поэтому синяя сборка будет примерно на 100 долларов дороже, ниже AMD-шный аналог Материнская плата от Intel умещается только B360, потому что те, что повыше, стоят значительно дороже А вот для Ryzen можно взять уже и B450 И даже та получится примерно долларов на 10 меньше В качестве оперативки лучше взять две планки по 8 гигабайт Но если вдруг у вас, допустим, осталось две по четыре старых То можно сэкономить и просто купить две по четыре новых А нашей игровой основой, то есть видеокартой, станет либо же RX 580 на 8 гигабайт Или же 6-ти гиговая 1060 В целом они примерно равны И в каких-то играх себя показывает лучше AMD-шное решение Но в большинстве своем более оптимальное все-таки 1060 Плюс лишь в том, что видеокарта красных зачастую немного дешевле Еще примерно 100 долларов потребуется на корпус с 550-ваттным блоком А в качестве накопителя можно выбрать либо 500 гиговую SSD-шку Или же 2-терабайтный жесткий А можно в принципе и то, и то вместе Вопрос лишь к вашему бюджету И в итоге получается вполне себе оптимальный игровой ПК В пределах 75 тысяч рублей Которого хватит с запасом лет на 5 Не стоит забывать, что та же самая 1000 долларов еще 4 года назад равнялась всего-то 35 тысячам рублей И поэтому такой вот оптимальный ПК это совсем недорого И вот теперь мы подобрались к прогрессивному игровому ПК Которого хватит для 4К разрешения И в принципе примерно 50 кадров у вас будет стабильно во всех новинках Ну а если немножко подкрутить настройки, то будет и все 60 За такое удовольствие отдать придется примерно 120-130 тысяч рублей Или же около 1900 долларов И в качестве основы мы опять же получаем разрыв Здесь нужно остановиться либо же на Core i7-8700K Или же на 7-м райзене 2700X Где и то и то решение отличное Но если вы на компьютере планируете не только играть, а все же еще и работать То лучше остановиться на райзене И кстати говоря, в случае с материнкой также идет разрыв AMD-шную X470-ку можно приобрести дешевле, нежели Z390 от Intel При том, что и то и то решение является топовым Оперативки нам вполне хватит 16 гигабайт На сегодняшний день для игры большинства софта этого более чем достаточно Поэтому лучше выбрать меньше памяти, но выше частоту и наличие радиаторов Нежели бессмысленное количество Тут нам потребуется в районе 200 долларов на две планки по 8 гигабайт С радиаторами на частоте в 3200 МГц Это отличный вариант, но если вы планировали немного сэкономить То можно взять и что-нибудь обычное на 2600 МГц А вот игровой основой всего этого, то есть видеокартой Выступит либо же GTX 1080 или же Vega 64 На сегодняшний день в большинстве играх они примерно аналогичны Где-то себя чуть лучше показывает Vega, а где-то 1080 Их стоимость примерно равна Плюс лишь в том, что у нас в СНГ Vega можно найти дешевле И сейчас на нее много скидок Но в целом, что то, что то решение отличное И для 4К разрешения при 50 кадрах обеих карт хватит с головой На оставшиеся деньги стоит приобрести хороший корпус с блоком питания примерно на 700 Вт И в качестве накопителей, если брать совсем за глаза на эти самые LED 5 То нужна примерно терабайтная SSD-шка с 2-3 терабайтным жестким Только в таком случае вместе с i7-8700K и Z390 материнкой, 1080 видеокартой и таким вот большим объемом памяти Получаются те самые почти 2000 долларов или же 130 тысяч рублей Но если вы возьмете Ryzen, чуть сэкономите на материнке выбрав X370 И в качестве видюхи выберете Vega 64 А в виде накопителя хватит 120 SSD-шки и терабайтного жесткого Можно уложиться в 100 тысяч рублей или же примерно полторы тысячи долларов При том, что на выходе будет примерно та же производительность Примерно таким получается прогрессивный игровой ПК И тут всегда вопросы к тому, кто будет себе подобное железо собирать И конечно же, если вы планируете собрать компьютер То обязательно переходите в раздел товаров в сообществе «Мой компьютер» Где предложены различные варианты системных блоков, конфигураторов Под любую сумму денег и в случае чего вас всегда проконсультируют Ну и конечно же, если данное видео было вам полезно То ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал Жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы Удачи и до новых встреч!